Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Выплаты пособий на детей от 3 до 17 лет Из семей с низкими доходами и целый ряд других Правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается Накануне Международного дня защиты детей, 1 июня, первые лица Республики, глава Карачаева, Черкесия, Рашид Темрезов, председатель Народного собрания Александр Иванов и премьер-министр Республики Мурат Аргунов Направили жителям региона свое поздравление Примите самые искренние поздравления с Международным днем защиты детей Этот праздник всегда наполнен теплотой и любовью к детям, говорится в поздравительном адресе А в России трепетно относятся к традиционным семейным ценностям, в которых благополучие ребенка в общенациональном приоритете Важно, чтобы под государственной защитой была каждая семья, а это не только защита прав и законных интересов детей и их родителей А еще и совершенствование системы образования, охраны здоровья и безопасности в обществе Мы дорожим и гордимся каждым ребенком, верим в их счастливое будущее и сделаем все возможное, чтобы наши дети росли в стране, где нет места жестокости и несправедливости Где человек с самого малого возраста чувствует свою ценность и ощущает заботу о себе Особые слова благодарности выражаем семьям, которые делятся теплом и любовью с детьми, оставшимся без родителей Желаем сил и веры в лучшее родителям детей с особенностями развития, здоровья и бодрости духа многодетным семьям Закончился поздравительный текст первых лиц республики В этом году ЕГЭ и основной госэкзамен в нашей республике будут сдавать без малого 7 тысяч учеников Готов ли регион к массовой проверке знаний, обсудили в малом зале правительства Карачаева-Черкесии Рассказывает министр образования и науки республики Инна Кравченко Проведена большая комплексная работа по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в этом году Результат которой во многом будет зависеть от добросовестного выполнения своих обязанностей должностными лицами всех уровней На данный момент можно сказать, что республика готова к проведению государственной итоговой аттестации в 2022 году В этом году также у нас будут работать общественные наблюдатели, в том числе более 70 студентов вузов республики Входящих в корпус общественных наблюдателей Российского союза молодежи Студенты будут присутствовать во всех пунктах проведения экзамена и в 9-х классах и в 11-х А также в местах работы предметной и конфликтной комиссии А также осуществлять онлайн наблюдения за ходом проведения экзаменов Более 11 тысяч детей республики отдохнут в детских лагерях этим летом Сообщили на совещании по проведению летней кампании по отдыху и оздоровлению детей Которая состоялась в региональном правительстве под руководством министра образования и науки Карачаева-Черкесии Инны Кравченко Так, отдых для детей будет организован в порядка 100 организациях отдыха и оздоровления В том числе в пришкольных, загородных и, возможно, палаточных лагерях Помимо детей из региона, необходимые условия для летнего отдыха и оздоровления будут организованы и для детишек из ДНР и ЛНР Летняя оздоровительная кампания в республике стартует 1 июня Представитель Карачаева-Черкесии стал суперфиналистом лидера в России Дойти до этого этапа всероссийского конкурса тяжело, но можно И министр цифрового развития республики это доказал Валерий Медовый вышел в суперфинал лидеров России Всего в конкурсе принимали участие 300 человек из 56 регионов Валерий Медовый стал единственным представителем Карачаева-Черкесии в четвертом сезоне конкурса Стоит также отметить, что 29 регионов России и вовсе не были представлены на конкурсе Минздрав в России утвердил перечень заболеваний, при которых можно продолжать лечение в детских учреждениях до 21 года В утвержденный перечень вошли 29 заболеваний и состояния, при которых, если они диагностированы в детском возрасте Можно продолжать наблюдение и лечение в той медицинской организации, которая оказывала медицинскую помощь до достижения совершеннолетия Это долгожданный в педиатрической онкологии приказ Министерства здравоохранения и совершенно справедливый документ, соответствующий принятым решениям на уровне законодательства страны Он поясняет те ситуации, при которых пациенты с онкологическими и гематологическими заболеваниями, начавшими лечение до 18-летнего возраста В клиниках детского онкологического профиля смогут продолжить лечение в этих же клиниках и после 18 лет Злокачественные новообразования подростков и молодых взрослых – это особая группа заболеваний В этом возрасте могут встречаться злокачественные новообразования, характерные как для детей, так и взрослых В год столетия Карачаева-Чекиси началось строительство сразу трех физкультурно-оздоровительных комплексов В ауле Сарайтюз, Учкулани и Станицы Зеленчукской Здесь комфортно и эффективно можно будет заниматься силовыми тренировками, вольной борьбой, дюдо, самбо, боксом, волейболом, баскетболом и оздоровительным фитнесом Всем необходимым для этого комплексы будут оснащены Сейчас в Зеленчукском и Узжигутинском муниципальных образованиях ведутся земляные работы, а в Карачаевском приступили к бетонным Строящиеся фоки станут отличным стартом для желающих заниматься спортом и развиваться в этом направлении Всего на территории Карачаева-Черкеси в этом году строятся 10 спортивных объектов В северной части Черкеска начался ямочный ремонт дорог Здесь в частности будут обновлены поврежденные участки автотрасс по улицам Демиденко, Гутякулова, Свободы, Крупской, Швершова, Кастахи-Тагурова, Кавказской, Балахонова и Октябрьской В южной части республиканской столицы в этом году ямочный ремонт дорог выполнен по улицам Космонавтов, Парковой, Кочубея, Ленина, Умаралии, Водеватора, Фрунзы и переулку Одесскому Наряду с обновлением трасс в Черкесске с начала года также отремонтировано более 120 метров пешеходных ограждений Штормовое предупреждение объявлено в Карачаево-Черкесии из-за сильных осадков, ожидаемых в республике По данным оригинального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 мая и 1 июня местами по республике ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градами и шквалистым ветром до 20 метров в секунду На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход сели малого объема По данным синоптиков, из-за сильных осадков возможны чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с подтоплением низменностей в населенных пунктах Повреждением дамб, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, а также с гибелью сельхозкультур Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает, что с 1 июля текущего года начинается регистрация хозсубъектов в системе прослеживаемости зерна Об этом рассказала старший государственный инспектор управления Светлана Зорина Начиная с 2022 года, продать зерно на территории России, экспортировать или импортировать его будет возможным только после регистрации в системе прослеживаемости зерна и продуктов его переработки Правила создания которой утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2021 года за номером 1722 Новая система создана с целью обеспечения прозрачности рынка зерна, облегчения контроля качества конечной продукции Государственный мониторинг будет контролировать объем и качество зерна от поля до потребителя Это позволяет российскому бизнесу эффективно работать в условиях прозрачности рынка зерна, а государству отслеживать вклад регионов в обеспечение продовольственной безопасности Система будет вводиться в эксплуатацию поэтапно С 1 июля этого года регистрация в системе добровольная, а уже с 1 сентября предоставление данных станет обязательным По факту ДТП с гибелью человека возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя аула Икон Халк Ногайского района Мужчину подозревают в совершении преступления по статье Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 12 лет лишения свободы Авария произошла в конце апреля текущего года в поселке Эркин-Шахар Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем Ауди, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Лада Гранта В результате ДТП водитель Гранты, 43-летний житель аула Икон Халк, скончался на месте происшествия А сам виновник аварии был госпитализированный в больницу с переломом таза Сотрудники управления по вопросам миграции МВД по Карачаево-Черкесии при проведении профилактических проверок Выявили в Черкесске группу иностранцев из Азербайджана и республики Узбекистан, которые трудились в республиканской столице без патента на работу Иностранные граждане нарушили установленные сроки обращения за выдачей патента Правонарушители были привлечены к административной ответственности Рассказывает начальник отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции МВД по республике Мудалев Шедаков Правонарушители привлечены к административной ответственности по статьям 18.10 и 18.20 КОАП РФ Санкции статьи подразумевают назначение административного штрафа на иностранных граждан в размере 2 тысячи и 10 тысяч рублей соответственно Также в ходе проверки установлены события состава административного правонарушения неизвестным юридическим лицом по факту привлечения незаконной трудовой деятельности иностранных граждан Управление по вопросам миграции возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования Санкция статьи в отношении юридического лица подразумевает назначение административного штрафа в размере от 250 до 800 тысяч рублей Инвалидам-колясочникам доступна онлайн покупка билетов на междугородные поезда, оборудованные специальными местами Такая опция при оформлении билетов через интернет работает благодаря интеграции информационной системы российских железных дорог и федерального реестра инвалидов, оператором которого выступает пенсионный фонд Реестр обеспечивает постоянный доступ перевозчиков к данным об установленной инвалидности и освобождает самих инвалидов от подтверждения этой информации документами Оформление проездных железнодорожных билетов не единственный пример, когда федеральный реестр инвалидов позволяет улучшать оказание услуг гражданам данной категории Сегодня сведения реестра используются всеми государственными ведомствами, обслуживающими людей с ограниченными возможностями здоровья Центры занятости обращаются к информации федерального реестра, например, в ходе профессиональной реабилитации инвалидов и при оказании им помощи в трудоустройстве Росреестр проводит Всероссийскую неделю правовой помощи детям В частности, будут организованы очные консультации родителей по вопросам действий с недвижимостью в интересах детей, работа горячих линий, а в социальных сетях появятся ответы на популярные вопросы Комментирует информацию пресс-секретарь управления Росреестра по Карачаево-Черкесии Фатима Сулейманова В Карачаево-Черкесской республике очное консультирование состоится 1 июня с 9 часов до 13 часов дня по вопросам имущественных прав и интересов детей, относящихся к компетенции Росреестра Для того, чтобы получить очную консультацию, можно обратиться в административное здание Управления Росреестра по Карачаево-Черкесской республике по адресу Город Черкесск, улица Октябрьская, 343 Кроме того, 31 мая, 2 и 3 июня можно обратиться в Управление Росреестра по Карачаево-Черкесской республике позвонив на горячую телефонную линию по номеру 8 878 2 25 05 55 Добавочный 111 30 мая на территории республики прошел самый массовый экзамен по русскому языку в котором приняли участие более 1800 выпускников Экзамен был организован на 17 пунктах, в том числе 2 на дому Узнать свои результаты выпускники смогут не раньше 17 июня текущего года Напомним, что экзамен по русскому языку самый массовый, поскольку без него невозможно получить аттестат о среднем общем образовании Кроме того, его результаты необходимы для поступления в ВУЗ на любое направление подготовки На базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева прошла Всероссийская научно-практическая конференция Ногайская литературная классика в контексте северокавказской художной культуры посвященная 95-летию со дня рождения народного писателя Карачаево-Черкеси Суюна Капаева Суюн Иммалиевич – классик Ногайской литературы 20 века Творчество писателя представляет собой богатый художественный мир, в котором события истории 20 века Эволюция сознания его героя-соплеменника осмыслены во взаимосвязи с многовековой историей народа К страны и достижениями многонациональной литературы Он автор более трех десятков книг различных жанров, поэзии – это стихи и поэмы Прозы – это рассказы, повести, романы, художественно-этнографические очерки и эссе В конференции приняли участие ученые-гуманитарии, преподаватели вузов и средних общеобразовательных школ, представляющие научно-исследовательские и образовательные центры различных городов и регионов России – Москвы, Татарстана, Башкорстана, Крыма, Астрахани и Республик Северного Кавказа Работники прокуратуры поздравили воспитанников социально-реабилитационного центра «Надежда» с Международным днем защиты детей и началом школьных каникул В преддверии 1 июня Международного дня защиты детей старший помощник прокурора Республики по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Артур Казаноков совместно с прокурорами Карачаевска и Малокарачаевского района Фатимой Семеновой и Артуром Черчаевым посетили Центр «Надежда» Гости поздравили воспитанников и работников реабилитационного центра с наступающим праздником, пожелали им крепкого здоровья, счастья, успехов и хорошего отдыха В качестве подарков ребятам вручили продукты питания и предметы спортивного инвентаря, необходимые для использования в занятиях физической культурой и спорта Более 100 кустов хризантем высадят на территории единственного детского дома в Карачаево-Черкесии, расположенного в поселке Московском Усть-Джигутинского района в рамках акции «Цветы жизни», посвященной Дню защиты детей Золотистые и алые цветы будут высажены в форме солнца и сердца сотрудниками Республиканского Россельхозцентра В преддверии Международного дня защиты детей в амфитеатре парка культуры и отдыха «Зеленый остров Черкеска» прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие несколько десятков мальчишек и девчонок Сотрудники Центра культурного развития Республиканской столицы показали свои номера Кроме того, была подготовлена интерактивная сказка, где дети не просто сидели, а двигались и играли Прошел также конкурс больших шаров и шоу мыльных пузырей Четыре спортсмена Карачаева-Черкесии вошли в состав юношеской сборной команды России по вольной борьбе благодаря победе на первенстве страны среди юношей до 16 лет, который состоялся в Элисте В пятерку сильнейших попали Али Байрамуков, Эльдар Катаганов, Тамерлан Тагалеков и Денислан Хубиев Ну и последняя информация В Черкесске прошел фестиваль боевых искусств, посвященный столетию Карачаева-Черкесии В турнире по грэплингу, организованном комплексной спортивной школой «Победа» приняли участие 150 спортсменов из Старопольского края, Ингушетии, Чечни, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии По итогам состязаний три командных кубка завоевали спортсмены и клубы Карачаева-Черкесии Радио России, Карачаева-Черкесия, погода По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра Сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность Местами кратковременный дождь, гроза Ветер восточный 5-10 метров в секунду Температура воздуха от 27 до 32 градусов тепла А в горах местами плюс 17-22 и выше 3000 метров сохраняется лавиноопасность В Черкесске без существенных осадков Ветер восточный 5-10 метров в секунду Столбик термометра поднимется до 32 градусов выше нуля Таковы наиболее заметные события Республики Информационный выпуск провела Рита Нирова Вы слушали Радио России, Карачаева-Черкесия До новых встреч!